здравствуйте девочки рукодельницы с вами светлана цветкова рада приветствовать вас на канале вязаные игрушки моя мастерская в этом видео уроке мы с вами будем продолжать вязание мешутки в прошлом видео уроке мы с вами связали голову и ушки сегодня у нас будет продолжение мы будем вязать тело и хвостик у мешутки нам также понадобятся ниточки которыми мы вязали голову у меня это yarnart джинс если вы еще не связали головушку то поставлю ссылочку под это видео на первый этап вязания вот этого мешутки которого мы вяжем в онлайне заведи медведя также нам понадобится наполнитель крючок подходящего размера я вижу ниточки ниточками джинс и использую крючок номер 2 и булавочки для того чтобы потом наметить положение хвостика мой мешутка не зря сейчас здесь в окружении грибочков такой настоящий у меня грибничочек как все медведи живущие в лесу корзиночка это здесь стоит не случайно я ее поставил для того чтобы вас немножко стимулировать чтобы вы вязали вместе со мной не откладывая в долгий ящик почему первые три человека которые свяжут мешутку и покажут его сделав красивую фотографию получит от меня в подарок комплект из десяти мастер-классов грибное лукошко по этим мастер-классом можно будет связать и грибное лукошко и 10 разных грибочков часть грибочков у меня здесь есть я специально их здесь сложила чтобы вам показать чтобы вам был стимул вязать вместе со мной чтобы получить не только мешутку но и еще вот такую вот добавочку для него грибочки и так какие грибочки у меня есть какие вы сможете связать по моим мастер-классом если получите их в подарок это шампиньончик это сыроежечки можно будет связать разных размеров это опенок вот такой вот юбочкой и с ножкой которая вот так вот гнется в разные стороны бледная поганочка очень красивые грибочки и бледная поганочка и мухоморчик несмотря на то что они ядовитые но в нашу коллекцию я считаю нужно обязательно добавить такие яркие грибочки еще яркий грибочек вот это у меня рыжик и в комплекте мастер-классов там мастер-класс по которому можно связать и рыжик и лисичку здесь вот у меня спрятался боровичок который можно связать по видео уроку вот еще один грибочек интересный сморчок тоже можно будет связать и 2 грибочков у меня здесь еще нет у меня нет подберезовика и подосиновика они тоже ходят комплект и конечно же эти благородные грибочки тоже можно будет связать и так надеюсь что я вас вдохновила что у вас есть еще один дополнительный стимул вязать не откладывая в долгий ящик и получить и медвежонка и грибной лукошка в придачу согласны со мной берем наши ниточки наши крючочки и начинаем начинаем вязание мы с колечка амигуруми и в него набираем первый ряд 6 столбиков без накида набрали тянем за короткий кончик ниточки затягиваем дырочку и дальше я помечу с помощью контрастные ниточки как это делать рассказывала в одном из видео уроков школы вязания игрушек второй рядочек мы с вами будем делать прибавки в каждую петельку провязываем по два столбика без накида и еще что я буду делать прямо сразу же это буду прятать короткий кончик ниточки прикладываю его к вязанию и связываю и так второй ряд прибавки в каждую петлю мы провязываем по два столбика без накида и в конце ряда у нас с вами должно получиться 12 столбиков короткий кончик ниточки я теперь оставляю на изнаночной стороне все я его спрятала дальше помечаю начало следующего рядочка ниточку контрастного цвета и в третьем ряду мы будем с вами делать прибавки через одну петельку в первую петлю вяжем один столбик во вторую делаем прибавки вяжем два столбика в третью один столбик в четвертую прибавка и так делаем до конца ряда прибавки через одну петлю в конце третьего рядочка у нас с вами должно оказаться 18 столбиков помечаю начало ряда и в четвертом ряду мы будем с вами вязать по одному столбику в каждую петлю и в конце четвертого рядочка у нас должно оказаться 18 столбиков помечаем начало следующего ряда и в пятом рядочке мы будем делать прибавки через две петельки в первую петлю вяжем один столбик во вторую один в третью петлю мы провязываем два столбика и так делаем до конца ряда прибавки через две петли и в конце этого ряда у нас с вами должно получиться 24 столбика выворачиваем из вязания лицевая сторона вот она смотрит на нас помечаем начало следующего ряда и шестой рядочек мы с вами будем вязать по одному столбику в каждую петлю в конце шестого ряда у нас должны с вами оказаться 24 столбика помечаем начало следующего рядочка и в седьмом ряду мы будем делать прибавки через три петли в первую петлю вяжем один столбик во вторую один в третьем один в четвертую вяжем два столбика делаем прибавку и так до конца ряда прибавки через три петли в конце этого ряда у вас должно получиться 30 столбиков помечаем начало ряда и дальше с 8 по 12 ряд 5 рядов мы с вами вяжем ровно по одному столбику в каждую петлю провяжу 5 рядочков и покажу что у меня получилось вот так вот выглядит вязание после 12 рядочка если пересчитать количество петель после 12 ряда их у нас должно оказаться 30 в рядочке и 13 ряд мы начинаем с вами делать убавки а это будет у нас начало нашего пузика то есть вот мы связали до примерно вот этого места и дальше у нас будет будут убавки которые будут располагаться в одном месте здесь важно чтобы убавки располагались над убавками таким образом у нас как раз получится плоская спина и вот такой вот пузатенький выпуклый животик смотрите внимательно в описании видео и все будет понятно итак 13 ряд мы будем делать убавки в начале ряда каким образом нам нужно сделать 6 убавок через одну петлю в первую петлю провязываем один столбик вторую и третью провязываем вместе опять вяжем один столбик и опять две петли провязываем вместе я делаю незаметные убавки как рассказывал уже в уроках вязания игрушек третья убавка столбик один четвертая убавка пятый столбик 1 пятая убавка и шестой столбик 1 и шестая убавка провязываем две петли вместе для того чтобы не запутаться вот у нас с вами начало этого рядочка и здесь у нас как раз начинаются убавки и я помечу отрежу еще один одну ниточку можно этого не делать но это просто для удобства для того чтобы убавки располагались там где нужно и так вот этой ниточкой помечу конец убавок и дальше до конца ряда провязываю по одному столбику в каждую петлю в конце ряда у нас с вами должно оказаться 24 столбика помечаю начало следующего рядочка и в четырнадцатом ряду мы с вами будем вязать по одному столбику в каждую петельку в конце этого ряда у нас с вами должно оказаться 24 столбика помечаю начало рядочка и здесь мы продолжаем формировать пузико в начале рядочка нам нужно с вами сделать 6 убавок таким образом ввожу крючок под переднюю стеночку первой петли под переднюю стеночку второй петли делаю незаметную убавку первым точно так же делаю вторую убавку сразу за 1 3 убавка сразу за 2 4 убавка здесь очень важно чтобы не образовалась дырочек держите хорошее натяжение рабочие ниточки на пальчики 5 убавка и 6 убавка вот видите таким образом у нас с вами опять убавки расположились над убавками которые мы с вами делали в тринадцатом ряду то есть вот в этом месте благодаря этому животик у нас получится такой выпуклый и дальше довязываем до конца рядочка по одному столбику в каждую петлю если пересчитать то в конце этого ряда у нас с вами окажется 18 столбиков помечаю начало следующего рядочка и сразу вытаскиваю ниточку который помечала конец убавок она нам больше не нужно 16 ряд мы с вами провязываем по одному столбику в каждую петлю и в конце этого рядочка у нас с вами должно получиться 18 столбиков помечаем нас начало следующего ряда и в этом ряду мы с вами будем делать 2 убавки через 7 петелек провязываем 7 петель восьмую и девятую провязываем вместе делаем убавку провязываем опять 7 столбиков и делаем убавку таким образом в этом рядочке у нас с вами должно получиться 16 столбиков начинает точнее уже сформировалась наше тело у мишки отверстие уже такое что самое время вкладывать наполнитель берем небольшими кусочками и вкладываем с помощью палочки обратной стороны крючочка карандаша чем вам удобнее здесь даже можно сначала вкладывать просто пальчиком потому что отверстие еще достаточно большое вкладываем так чтобы у нас сформировалась вот это вот пузико выпуклое да то есть видите отличительная особенность мишки у него не плоский животик а вот такой вот изгиб поэтому вот в это место прямо если вы вкладываете пальчиком можно вот так вот пальчиком ввести наполнитель для того чтобы у нас получился вот такой вот выпуклый животик потом мы еще вложим наполнитель когда довяжем тело дальше я продолжаю вязать вот таким вот образом внутри пальчиком придерживая наполнитель помечаем начало ряда и 18 рядочек мы с вами вяжем по одному столбику в каждую петельку здесь мы стараемся не зацепить наполнитель вот именно поэтому я вот так вот держу пальчик и не вкладывала наполнителя до самого верха потому чтобы если бы я вложила прям до края вязания тогда бы был риск зацепить волокон со синтепуха и потом пришлось бы их убирать чтобы игрушка выглядела аккуратно и красиво в конце ряда у нас с вами должно оказаться 16 столбиков помечаем начало следующего рядочка и в этом девятнадцатом ряду мы будем делать убавки через две петельки в первую петлю провязываем 1 столбик во вторую 1 3 и 4 провязываем вместе опять же незаметными у бабочками так до конца ряда делаем убавки через две петли и в конце этого ряда у нас должна с вами оказаться 12 столбиков вот таким вот образом сейчас выглядит наша деталька тела можно примерить голову и добавить один рядочек или оставить так как есть то есть в зависимости от того хотите вы сделать шейку по длине или хотите вы сделать чтобы голова была поближе к пузику я свяжу еще один ряд по одному столбику в каждую петельку пусть у меня будет такая шейка по длине и если потом мне это не понравится уже в игрушечки когда я буду собирать то я распущу этот рядочек и сделаю шейку покороче довязываем последний столбик в этом ряду вводим крючок в следующую петельку делаем соединительный столбик ниточку отрезаем оставляя длинный кончик он нам понадобится для пришивания к голове ниточку закрепляем все сейчас наша задача с вами вытащить вот этот вот кончик маркер которым я помечала и до вложить наполнитель чтобы у нас и шейка тоже была с наполнителем внутри здесь я уже вкладываю крючочком или палочкой потому что шейка тоненькая сюда уже мой палец точно не пролезет и опять стараемся сразу же придавать форму то есть там где у вас будет пузико прям вот так вот приминайте чтобы у вас получалось пузико затем у нас будет такая вот пологая спинка значит тоже придаем ей форму синтепух такой материал который хорошо принимает форму поэтому покрутите детальку в руках вот таким вот образом придерживаю для того чтобы синтепух не распирал вязанное полотно и опять же направляю вот так вот немножко в район животик а хотя мы с вами это уже тоже делали когда наполняли в первый раз ну вот готовы наши тельце можно примерить его с головой как будет выглядеть окончательно это будет понятно только тогда когда будут ручки поэтому сейчас вид это только примерный и свяжем с вами хвостик вяжется очень просто похоже на ушки которые мы связали в первом этапе мы с вами набираем колечко из восьми столбиков без накида тянем за короткий кончик ниточки отверстия затягиваем так чтобы дырочки не осталось и дальше вяжем рядочек по одному столбику в каждую петельку я опять спрячу короткий кончик ниточки здесь не запутаешься с началом ряда рядочков здесь нужно связать немного совсем мы вяжем второй ряд по одному столбику в каждую петельку у нас всего получится 8 столбиков связали второй рядочек вывернули хвостик лицевой стороной на себя короткий кончик нити оставляем внутри и в третьем рядочке в четвертую петельку провяжем два столбика вот провязала три столбика вот четвертая петелька в нее провяжу два столбика дальше еще провяжу три столбика по одному еще одна прибавка есть таким образом у нас две прибавки в третьем рядочке и у нас окажется 10 столбиков все наш хвостик готов мы заканчиваем соединительным столбиком также как делали закончив вязание тела отрезаем кончик ниточки оставляем длинный для пришивания короткий кончик ниточки у нас спрячется внутри внутрь мы также вложим когда будем пришивать немного наполнителя и вот такой вот хвостик будет у нас у мешутки соединять детальки и пришивать мы уже с вами будем последним этапом можно взять булавочки и предварительно наметить положение хвостика если вы хотите сделать хвостик побольше то свяжите еще рядочек по одному столбику в каждую петельку вот здесь вот у меня будет намечен хвостик можно прикинуть вот так вот будет голова следующим этапом мы с вами будем вязать лапки лапки будем вязать нижние и верхние и уже потом будем соединять все в готовую игрушечку не забывайте пожалуйста что первых трех связавших и показавших своих красивых медвежат мастеров ждут приза от меня первые трое получат комплект мастер-классов по вязанию грибочков грибная лукошка следующие трое кто свяжет покажет своих красивых медвежат получат билетики бесплатные на мой следующий онлайн по вязанию логопедической собачки которую мы начнем вязать уже 8 октября так что у вас есть дополнительный стимул вязать не откладывая в долгий ящик не ждать когда все будет оформлено а вязать показывать прислать мне свои фотографии и я очень надеюсь на парад медведей которые у нас будет уже в конце сентября если у вас есть вопросы то напишите под этим видео описание тоже размещая под этим видео и она приходит в социальных сетях если вы вяжете в инстаграм то размещаем инстаграм если вы вяжете вконтакте то она приходит вам в личных сообщениях если вы подписались на рассылку сообщества и так вяжем голову вяжем пузико хвостик показываем и ждем продолжения светлана цветкова